Доброе утро, дорогие друзья! Сколько проектов приняло участие в первом конкурсе? В первом конкурсе приняло порядка 380 участников у нас было заявок. Сколько? 380? Ну, почти 400. Ну, вообще завели в систему порядка 500, но некоторые по тем или иным причинам их не до конца... Отсеялись? Не до конца их заполнили, да. Ну, решили, на какой-то стадии приняли решение, что пока им рановато участвовать. И итог 380, 386, если быть точным. И, соответственно, 70 победителей. Все они уже профинансированы, да? Да, договора заключены до конца июля были. Теперь они получили заявку, и многие проекты уже в достаточно активной стадии реализации. А в чем отличие конкретно этого конкурса от предыдущего? Второй этап в этом году. Значит, 48 миллионов у нас на кону разыгрывается. Отличие принципиальное, которое мы ввели, мы посчитали, что вместе с... Давайте так, чтобы зрителям было понятно, не разыгрывается это же не лотерея. Там идет серьезный отбор, конкурс. Серьезный отбор. Так, чтобы все понимали, что это не шуточное дело какое-то, не вытягивается вот так вот, а рассматривается очень серьезно. Рассматривается двумя экспертами независимыми, потом утверждается экспертным советом, который состоит из, в том числе, общественных организаций, очень серьезных и таких авторитетных. И потом координационным советом еще утверждается, то есть несколько критериев, утверждения, вот, а рассматривается по десяти основным критериям. И один из этих критериев – это актуальность проекта. И мы считаем, что все проекты некоммерческого сектора должны быть направлены, в том числе и мы с некоммерческим сектором, должны работать вместе на реализацию национальных паритетных проектов. Поэтому с этого этапа у нас введен такой критерий, как актуальность, взаимосвязь с национальным паритетным проектом. Если говорить о тех проектах, которые занимаются за здоровый образ жизни, то есть аэробика – это уже не актуально, а фитнес, пожалуйста, или там скандинавская ходьба. Все актуально, у нас показатель 55% увлеченных в систематическое занятие спорта. И заявок большинство, именно тема здорового образа жизни, занятие спорта? Да, все правильно, 21% от всех заявок – это примерно поддержанных, это как раз-таки тема, соответственно, здорового образа жизни. А остальные как распределились? Остальные, ну, поменьше – это и сохранение прав, защита прав и интересов законных, тоже не менее важная тема. Это, соответственно, и кайны, и малочисленные народы, и традиционный образ жизни. То есть это тоже такие темы, которые требуют активного внимания. То есть мы и Координационный совет за этим следит, чтобы не было таких больших перекосов от одной структуры в другую, от одно направление в другое, чтобы все направления получили поддержку. То есть, возможно, в этом этапе мы еще ведем критерии не общей для всех, то есть у нас была бальная система, ну, условно, там, если ты хочешь больше миллиона получить рублей, то надо 75 баллов было набрать. В этом году мы, наверное, ведем еще под категории. То есть, если меньше или больше заявок было подано на то или иное направление, соответственно, балл может варгироваться, меньше или больше. Но это справедливо. То есть как ты участвуешь? Либо у тебя 100 конкурентов, либо у тебя 20 конкурентов. Есть же разница, да. Поэтому мы ведем, наверное, какой-то дифференцированный балл. Конкурированная способность такую оцениваем. А где можно получить какую-то консультацию, поддержку такую информационную? Куда обратиться? Это наш фонд, центр гражданских и социальных инициатив. Он, соответственно, ну, вообще сайт гран-губернатора РФ. Как раз сейчас на вашей программе, дорогие друзья. Да, то есть переходите на него, и там есть вся информация, которая вас интересует. Сейчас есть публичные разборы заявок, которые не прошли. Мы показываем на конкретных заявках, но без их, не называем, что это за организации, показываем, почему-то, наверное, заявка не прошла. Это очень интересно, можно посмотреть. А можно, вовле, ошибки как-то назвать? В чем люди заблуждаются или ошибаются? Ну, заблуждаются, ошибаются, это сложно. Наверное, здесь все-таки опыт и настойчивость, чтобы заполнить заявку. Она достаточно большая, чтобы ее связать, посмотреть цели, актуальность, какие проблемы важны в данном направлении или ином. Ну и, соответственно, какие-то технические вещи. То есть иметь свою страничку в интернете, как-то ее поддерживать, вести. Это тоже очень важно. То есть специалисты и туда заходят, посмотреть? Конечно, это информационная открытость. В 21 веке без этого никак. Если ты нигде в интернете не представлен, а тебе нет информации, то как же без этого-то? Ты, помимо того, что реализуешь проект, должен еще выкладывать об этом, чтобы видели, что ты занимаешься этим проектом. Могли тебя найти, могли с тобой, соответственно, пообщаться и увлечься в этот проект. Вот в этот раз кто может принять участие в конкурсе? То есть во втором конкурсе. Те, кто принимал участие в первом, они могут брать заявки на второй? Могут, и во втором они, соответственно, принять участие. Единственное, у нас ограничение, если они не смогут реализовать проект, то тогда у них будет ограничение принять участие, если они вернут деньги. Но учитывая, что все проекты у нас, как правило, рассчитаны от полгода. На реализацию, да? До полтора лет. Соответственно, да. Сейчас все примут участие, все смогут. Потом, наверное, какие-то ограничения появятся. Ну, все заявляйтесь, мы всех ждем. Я думаю, что во втором конкурсе или теперь уже в третьем будет сложнее участвовать, потому что сейчас будут люди попробовать, да, организации некоммерческие? Да. Скажут, елки-палки, как хорошо, что есть конкурс, а такой? Мы ожидаем больше прием заявок, наверное, где-то под... До какого срока они принимаются? Они до 7 сентября принимаются. До полутысячи, наверное, мы будем ожидать такой прием заявок. Сейчас порядка 100 уже подано. Уже готово, да? Да, уже заведено в систему. Наверное, где-то 500 будет заявок. Но, тем не менее, нужно принимать участие. Мы пожелаем всем успехов, удачи, новых интересных идей и, самое главное, реализации. Здесь ведь самое главное не просто деньги получить, а главное, чтобы та идея, которую ты заявил, воплотилась в жизнь. Да, конечно, главное реализовать проект, то есть его... Из-за него отчитаться? Из-за него отчитаться, да, правильно смету расходов соблюсти, чтобы не было пейтензии со стороны контрольных органов и со стороны, соответственно, фонда. Александр, большое спасибо, мы желаем хорошего дня и успешного понедельника. Всего хорошего.